Приветствуем всех ценителей хорошего звука! Сегодня мы будем разбирать схемотехнику однотактного лампового усилителя с трансформаторной связью на радиолампе 300b. Это усилитель с максимально коротким трактом с трансформаторной межкаскадной связью. В нем применено раздельное питание для драйверных и для выходных каскадов, также раздельное кинотронное выпрямление и двухступенчатая стабилизация высоковольтных цепей и стабилизация накала драйверных и выходных радиоламп. Несомненным преимуществом схемных решений этого устройства является то, что потребители питания имеют свои стабилизаторы, позволяющие минимизировать проникновение сигналов из одного канала в другой. В этом усилителе применен силовой трансформатор high-end уровня. Все высоковольтное питание реализовано по однообмоточной схеме. Питание накалов радиоламп разделено. Анодное питание выпрямляется двумя кинотронами. Кинотрон GZ34 выпрямляет напряжение питания анодовыходных радиоламп. Кинотрон 5Y4 выпрямляет напряжение питания драйверного каскада. Для того, чтобы сформировать правильное время прогрева 300B и минимизировать броски напряжения при включении, установлены таймеры задержки с разным временем срабатывания на каждый из кинотронов. Они позволяют включать сначала подогрев кинотрона драйвера и только потом включать подогрев кинотрона выходных ламп. После выпрямителя установлены CLC-фильтры как по аноду драйвера, так и по аноду выходных ламп. На каждый канал использованы свои дроссели, что обеспечивает лучшее разделение между каналами. Напряжение питания накала выходных ламп поканально разделено. Оно выпрямляется диодами шотки, потом идет фильтр на конденсаторах, стабилизатор напряжения и после этого подается непосредственно на выходные радиоламп. Так как на входе используется радиолампа косвенного накала 6S45PE, не требующая дополнительной стабилизации, то подканальное разделение питания нецелесообразно. Питание накала входных радиоламп осуществляется при помощи общего для двух каналов стабилизатора напряжения. Анодное питание драйвера реализовано следующим образом. Сначала идет CLC-фильтр, затем стабилизированный источник питания Stabitube и дальше питание подается на первый каскад усиления. В каждом канале усилителя используется свой модуль питания Stabitube, что дает возможность максимально разделить каналы. Анодное питание выходных радиоламп также отфильтровывается CLC-фильтром. Выходные конденсаторы этого фильтра желательно устанавливать в непосредственной близости к выходным трансформаторам. Так как суммарная емкость фильтра порядка 1200 мкФ, а кинотроны не рассчитаны на работу с такими емкостями, то для их правильной работы можно, кроме задержки подачи напряжения накала, установить резистор, который в момент включения будет ограничивать зарядный ток конденсатора. На этом первая часть разбора схемотехники лампового усилителя на 300b подошла к концу. Спасибо за просмотр! Продолжение будет в следующей части. Подписывайтесь на наш канал, жмите палец вверх, выбирайте и собирайте! Субтитры создавал DimaTorzok